Эту тему далее обсудим с Андреем Алексеевичем Рыженко, экспертом Центра оборонных стратегий, капитаном первого ранга запаса ВМС Украины. Здравствуйте. Добрый день. Конечно же, сразу такой вопрос. Простой, наверное, но тем не менее, а что так можно было, если НАТО предлагает, давайте укрепим Восточный фронт, чтобы в случае чего можно было бы как-то воспрепятствовать во вторжение Российской Федерации, и тут вдруг можно каким-то странным членам НАТО отказаться от этого. Я думала, если есть определенные правила, как 2% ВВП выделять на свое вооружение, это как минимум сейчас предлагается, кстати, нижняя планка, скажем так, то, оказывается, есть еще варианты. Или как вы видите, какие правила там? Ну, надо сказать, что в НАТО существует определенная система планирования сил. на различные сценарии. И это планирование, оно каждый год проводится, его корректировка. Это вопрос очень важный, и он стоит очень огромного количества денег. Вот сейчас была названа цифра 300 тысяч военных на границах НАТО. На каждого военного в каждой стране НАТО выделяется приблизительно от 50 тысяч долларов до полмиллиона долларов на военного в год. Ну, полмиллиона – это в Соединенные Штаты Америки. То есть это очень большая цифра. И, естественно, вот эти люди, эти военные, они должны быть спланированы, и эти деньги должны быть заложены в бюджет. Кроме того, сама сила должна быть генерирована, то есть обучена, экипирована и так далее. То есть вот такие вот резкие наращивания, они действительно могут быть для отдельных стран сложными. В НАТО традиционно существует уже порядка 20 лет силы реагирования НАТО, так называемая NATO Response Force. Это 30 тысяч человек, это, в общем-то, корпус, который готов к развертыванию очень быстро. И эти силы постоянно готовятся. Каждая страна НАТО и, кстати, страны-партнеры, Украина тоже принимала участие в этом, выделяют силы для готовности в силах реагирования НАТО. У нас, кстати, от Украины там принимали участие самолет Вил-76, морская пехота, десантные корабли, подразделения войск РХБЗ. И вот эта вот группировка должна активизироваться. Это такая практика существует, но тут я смотрю, тут абсолютно новая практика, и мы видим, что количество сил действительно очень большое. И тут, в общем-то, главным таким, ну, скажем, препятствием может быть действительно финансовые возможности этих стран. Но, опять же, все эти спорные вопросы, они решаются. Действительно, есть такое правило, как бы такого стандарта нет, но правило есть 2% ВВП. Но я думаю, что, чтобы осознать группировку в 300 тысяч человек, ее вооружить, экипировать и обеспечить ее пребывание на границах НАТО, эта сумма будет, наверное, больше, чем 2%. Поэтому основной вопрос, как бы, я думаю, это наличие самих сил этих 300 тысяч. Второе – финансирование. И третье – их подготовка. Потому что, ну, вот, если взять Юго-Восточную Европу, страны НАТО новые, вот, там боженные силы составляют от 6 до 11 тысяч человек полностью на одну страну. Тут мы говорим про 300 тысяч. Это серьезная цифра, но я так понимаю, если она озвучена, то она очень актуальна. Игорь Алексеевич, тут также важно заметить, что живая сила с живой силой и подготовка ее – это тоже отдельный аспект. Но вот политику, о которой мы сегодня вспоминали, это все, кстати, говорится также в контексте помощи Украине. Спрашивала буквально в заголовке, по-моему, самый главный вопрос – откуда брать технику? Ведь многие компании, которые производили военную технику, ну, в такой интенсивности, как показала «Война России против Украины», производить ее здесь и сейчас попросту не могут. Ну, на это нет ни ресурсов, ни сил, ни количества даже заводов. Ну, я думаю, если говорить про 300 тысяч, я думаю, на эту группировку техника найдется. Хотя, кто бы правы, что, ну, просто философия жизни на Западе, она очень отличается от философии жизни, ну, как бы в Советском Союзе, а сейчас в России. То есть, ну, военная техника, она производится, но не в таких больших количествах, чтобы, ну, в общем-то, какие-то другие вот эти вот социальные какие-то проекты преуменьшать. Поэтому, действительно, сейчас и технику производят, и боеприпасы. Если вся промышленность Соединенных Штатов Америки за месяц может выпустить 14 тысяч снарядов, 155 миллиметров, а мы эти снаряды можем использовать в течение, ну, трех дней, в общем-то, понимаете? То есть, это о чем-то говорит, вот, ну, это говорит о том, что на Западе хотят хорошо жить, а не, как бы, ну, в общем-то, постоянно воевать, хотя, ну, готовиться к войне тоже, как бы, необходимо, потому что, когда это, ну, получается такая ситуация, как у нас, когда нападение, в общем-то, ну, неожиданное, то, ну, как бы, к этому надо быть готовым. Слава Богу, что у нас есть друзья, которые нам помогают защитить страну и освободить ее. Вы знаете, в принципе, это адекватная оценка реальности, когда страна, либо же организация не хочет воевать, НАТО работает на опережение и, наоборот, на отсутствие определенного конфликта. Об этом говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, не единожды, да и представители государств-членов НАТО говорили, там у украинского, к сожалению, соседа есть проблемы с пониманием вообще миропорядка, о том, что там думают, что война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Но это вообще другая история на самом деле. В контексте помощи Украине тоже вспоминается заявление Рикарда Йозвика, это журналист-корреспондент Радио Свободы. Буквально вчера, 19 марта, у себя в Твиттер традиционно Йозвик написал о том, что министр иностранных дел Европейского Союза подпишут. Сегодня писал, 20 марта это случится, посмотрим. Естественно, соглашение о миллионе боеприпасов для Украины. Насколько это долгосрочная, среднесрочная перспектива, по вашему мнению, держа в голове также информацию от Financial Times о том, что странные союзницы Украины почувствовали нехватку взрывчатых веществ? Financial Times, еще раз напомню, об этом пишет. Тут как раз в контексте производства этих боеприпасов. Ну, действительно, наши потребы в боеприпасе, они известны нашим западным партнерам. Сейчас ищутся пути поставки их, причем боеприпасов, скажем, советской техники, которая у нас еще есть. Мы знаем, что недавно были открыты заводы по производству боеприпасов, 152-122 миллиметра, совместный проект Укроборонпрома на территории наших соседних стран. Так, Евросоюз там порядка 2 миллиарда евро выделяет на то, чтобы на вот эту снарядную программу для вооруженных сил Украины. Есть еще варианты, ну, Соединенные Штаты Америки также очень много помогают. Они уже поставили там более 2 миллионов снарядов нам за вот этот период времени. Ну, вопрос этот действительно важный. Ну, что касается вот этой статьи Financial Times, ну, видимо, какая-то есть там проблемный вопрос. Ну, опять же, я бы, ну, из-за одиночной статьи там прямо не ставил крест там на этой программе. Возможно, какая-то ситуация есть такая вот, в общем-то, проблемная. Но я думаю, что она решается. Ну, как бы, поэтому проблем нет только в Российской Федерации. Там все хорошо, там операция, вот это СВО идет по плану. Вот, поэтому я думаю, что вопрос артбайз-запаса, он, значит, ну, как бы будет максимально решаться в интересах Украины. Другое дело, что нужно уже думать о том, чтобы это решение было системным, и чтобы Украина могла, ну, каким-то образом и сама себе строить боеприпасы. Для этого как раз вот эти заводы и открываются за границей. И в перспективе, конечно, мы должны переходить полностью на, заменять, ну, старую, как бы, советскую технику, которая еще работает на технику НАТО, которая гораздо более эффективнее в боевом использовании. И, в принципе, она требует меньше вот и боеприпаса, и, как бы, и времени для того, чтобы достичь цели, желаемой в ходе операции. А тут уточнение тогда. Вот уже более года идет полномасштабная война, агрессия Российской Федерации против Украины, и НАТО только сейчас, да, в Альянсе заговорили об укреплении своих восточных рубежей. Почему столько времени ждали? И, во-первых, почему это не предусмотрели, учитывая, что после полномасштабного вторжения 24 февраля, ну, давали не так уж и много времени Украины для того, чтобы выстоять. Были сомнения, ну, давайте уже откровенно говорить, да, о том, что Украина не выстоит там 2-3 недели, а кто-то там 3 дня давал, ну, и так далее. Вот, почему об этом не задумывались раньше, учитывая, что еще до полномасштабного вторжения мы слышали с российской стороны, да, не суперофициальных лиц, но, тем не менее, тут же Володя говорил сворачиваться НАТО до каких-то рубежей. То есть явные угрозы звучали раньше. Почему только сейчас об этом стали задумываться? Ну, я вам скажу, что Российская Федерация вообще исторична. Исторически она была партнером НАТО, одним из самых активных. Я просто служил в стратегическом командовании НАТО по вопросам операций, с 2006 по 2010 год, и я, ну, видел это, в общем-то, сотрудничество. И, в общем-то, я думаю, что в НАТО в этот период времени, несмотря на то, что политическая риторика начала меняться, Кремля, все-таки были какие-то, ну, ожидания, прогнозы тому, что, ну, Россия, в общем-то, не будет настолько проблематичной в плане безопасности европейскому континенту, который она является сейчас. И были, в принципе, ну, какие-то, видимо, ожидания того, что ситуация будет более стабильной. Первый раз, когда, ну, вот вопрос усиления флангов НАТО на Европейском театре возник, это был 2014 год, когда Россия осуществила аннексию Крыма. Ну, я в силу своих там функциональных обязанностей я был на симпозиуме командующих в 2014 году, командующих ВМС. И, в общем-то, тогда этот вопрос очень серьезно поднимался, прорабатывался, и такая, и вот это вот организационно вот этот вопрос начал отрабатываться уже тогда активно. Вот, а сейчас, по всей видимости, опять же, тогда была расширена сила реагирования НАТО, опять же, все вот эти вот действия, которые касаются сил, войск, численности, это, опять же, бюджет. Это очень большие вытраты, и они забираются с бюджета в социальных сфер, которых, в общем-то, и тоже, ну, вытрат хватает на европейском континенте. А сейчас вот это вот решение по 300-тысячной группировке, по всей видимости, ну, оно было сформировано после того, как раз, когда Россия вторглась в Украину уже, ну, фактически, по результатам, может быть, вот первых месяцев вот тех вот боевых действий, которые у нас проходили, вот, и которые идут сейчас. Потому что, ну, в принципе, есть, ну, угроза, она, в общем-то, видимо, просчитывается, и для того, чтобы, ну, быть, использовать проактивную манеру, быть готовы, чтобы на эту угрозу отвечать, либо хотя бы сдерживать противника, видимо, такое решение и принято. Потому что, ну, вот, если вы помните, то в 2008-м году даже, вернее, да, в 2008-2009 году политика Соединенных Штатов была такая, что вот это вот их, скажем, внимание там геополитическое, оно смещалось с Европы туда в Азию. Был такой, так называемый пивот вот этой силы геополитической, когда, в общем-то, политики говорили о том, что, ну, в Европе, как бы, там ситуация стабильная, будем заниматься Азией. Ну, тогда это все связывалось с Китаем. Вот. Поэтому, опять же, работа эта велась достаточно давно. Другое дело, что, может быть, недостаточно, как бы, ну, все это занимает время. И, в принципе, ну, они, возможно, не так понимали адекватно, насколько вероумно может действовать Россия, даже по отношению к соседу там, к стране, которая когда-то там была, ну, в общем-то, ближайшим там партнером, там, как я не знаю, там, братским и так далее. И работа эта велась давно. Оно требует, оно очень-очень больших ресурсов. И вот как раз дилемма, куда вкладывать в вооруженные силы, в оборонный сектор, либо в социальные, она всегда существует. И, ну, вот, скажем, демократия во всех ее проявлениях на Западе, она, ну, очень активна. Мы видим вот демонстрации там, небольшое повышение цен, к чему оно приходит. Поэтому тут политики действуют очень, как бы, выложено. Но сейчас, видите, это сформировалось. Это, в общем-то, решение. Я думаю, что оно будет однозначно реализовано. Но, опять же, это очень большие вытраты. И за них кто-то должен платить. Ну, Запад платит сам за себя. Значит, у него, ну, как бы, нет такого ресурса. Поэтому на этом это все и основано. Кстати, это очень хороший пример, ну, того, что, в принципе, вот эти кризисные ситуации нужно прогнозировать наперед. У нас, кстати, вот в вооруженных силах такая система, она была адаптирована совсем недавно. А 2004-2005 года мы вообще жили фактически на поточный год и на год вперед. А тут нужно, ну, смотреть немножко на перспективу. Но, опять же, бюджетный вопрос, он важный. И тут он есть определяющий. Вополагающий, наверное, в этом плане. Несколько примеров в том, как союзники помогают Украине. Канада передала украинским вооруженным силам бронированную ремонтно-эвакуационную машину «Бергерпанцер-3». Для перевозки тяжелой машины привлекали украинский транспортный самолет Ан-124. Руслана «Бергерпанцер» предназначена для обслуживания танков украинских «Леопард-2». В зону ответственности машины входит обеспечение мобильности бронетанковых войск, восстановление поврежденных в бою машин, оказание помощи в установке и демонтаже двигателей башен, а также поддержка в ремонтной мастерской. Я напомню, на прошлой неделе Канада еще объявила о том, что предоставит Украине около 8 тысяч боеприпасов калибра 155 мм, 12 зенитных ракет из запасов канадских вооруженных сил для поддержки систем противовоздушной обороны Украины. «Оттава» также передаст Киеву более 1800 обучающих боеприпасов для 105-мм танков для поддержки передачи Дании, Нидерландами и Германии танков «Леопард-1». Объем, в принципе, понятен. Украина за год полномасштабной агрессии Российской Федерации от «Джевелинов», теперь уже говорят о F-16, прошла довольно большой путь, скажем так. Как говорил Петер Павел, это президент Чехии, сейчас союзники, собственно, направляют все свои силы для поддержки украинского контрнаступления. Павел в интервью Речпосполита говорил о том, что есть один шанс на контрнаступление большое. И если оно потерпит неудачу, получить средства на следующий, то есть саккумулировать такую же достаточно большую помощь, будет крайне сложно. Насколько вы согласны с подобными тезисами от президента Чехии, генерала, не забываем об этом, насколько возможно, я так понимаю, просто контрнаступательные действия, оно этапами идет. И понятное дело, что освободить разом всю территорию вооруженным силам Украины будет крайне тяжело, наверное, так можно сказать. Я думаю, что генерал Павел имел в виду, что то контрнаступление, которое сейчас готовится, оно должно иметь успех, оно не может провалиться. И к этому сейчас идет накопление ресурсов, идет подготовка персонала, идет оперативное планирование, как раз я так предполагаю. И должен быть успех, иначе, в общем-то, опять же, сложно такой ресурс будет выделить Украине по мощности. А мы видим, вот Канада, например, 8 тысяч снарядов, 155 миллиметров они выделяют из своих резервов. А это все как бы 2-3 дня войны для нас. Но тем не менее это делается. И я сейчас смотрю достаточно, это распространенная практика, когда фактически очень многие страны, они берут технику уже не со складов, не заказывают ее промышленность, а берут фактически с вооруженных сил своих, делятся. Это, ну, как бы очень такой позитивный шаг для нас. Но, опять же, это тоже не бесконечная такая возможность. Поэтому он, в принципе, как критерий успеха, он, в общем, такой вот стейтмент и сказал. И я думаю, что он абсолютно имеет под собой обоснование. А как в том же контрнаступательных операциях может помочь боевая авиация? Да, мы уже видим от Польши 4 истребителя МиГ-29. В ближайшие дни поступит. В последующие, я не знаю, месяцы, месяцы не уточняли сколько, но, тем не менее, остальные, то есть всего 10 от Польши, там Словакия уже тоже в эту коалицию добавится. Как вы видите здесь, как они помогут нам? Ну, действительно, сейчас самая серьезная наша номенклатура, которая нам необходима для поточных действий, для контрнаступления, это артиллерия, боеприпасы, бронетехника, система против воздушной обороны. Также вот эти ракеты для Хаймарсов, для систем залпового огня, как стандартное, так с увеличением увеличенной дальности, и ракеты GL-SDB, которые тоже имеют увеличенную дальность. В принципе, авиация тоже очень важна, потому что она обеспечивает прорыв, вернее, она может влиять очень серьезно на возможности прорыва через фортификационные сооружения противника, которых, кстати, настроено очень много в Южной Украине, там, знаем, сейчас строят их противник в Крыму и так далее. Значит, ну, авиация, вопрос болезненный, мы знаем, что о необходимости усиления авиации говорилось еще в первые недели войны даже, вот, когда, в общем-то, мы имели тоже серьезные потери, вот, потому что, ну, сам по себе самолет МиГ-29 и Су-27, они уступают по характеристикам основным самолетам российским, Су-30, Су-34 и Су-35, вот, по системам выявления противника, открытия огня ракетам и так далее, вот, но нам, в любом случае, авиация нужна, пока решается политически, вот, пока там эти все эти балансы, в общем-то, выводятся. МиГ-29, есть возможность поставки туда уже ракет западного производства, таких, как ИГМ-88, противорадиолокационных ракет, возможно, туда постановка других ракет, они могут использоваться для воздушной поддержки действия наших сухопутных угруппировок. К сожалению, сейчас авиация, ну, не может быть использована для того, чтобы наносить удары по объектам противника в море, они просто, ну, сейчас те самолеты, которые у нас есть, они такие ракеты нести не могут пока. Вот как раз вот F-16, тот самолет, про который много сейчас мы говорим, он может обеспечивать удары, как и в воздухе, то есть работать в интересах противовоздушной обороны, он очень хорошо действует в качестве поддержки войск на сухопуте, и он может наносить удары по морским целям, он несет ракету Горбун. Поэтому, ну, опять же, этот вопрос политический, потому что, ну, один политический стейтмент может стоить государству миллиарды долларов. Поэтому тут идут такие вот... Хотя, ну, мы видим уже, ну, тенденция, она все равно позитивная для Украины. Помните, то же самое говорили о танках? То же самое, то же самое говорили абсолютно. Об Абрамсах не будет леопардов, челленджеров никогда никто не увидит, никто не увидит Хаймарс, никто не увидит ГМЛРС, никто не увидит Джевелин, никто не увидит Стингер. И шо? Спрошу по-простому. Поэтому, ну, тут надо понимать, что, опять же, политики, ну, они отвечают, у них очень серьезная ответственность. Конечно. И тут надо как бы... Хотя, ну, с другой стороны, мы теряем личный состав, и, в общем-то, это тоже стоит очень многое. Но тут нужно найти баланс, и должна быть такая стратегическая мудрость, чтобы вот это верить. Алексеевич, вам огромное спасибо, всегда вам рады в нашем эфире. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса ВМС Украины.